И начинаем с Красноярска, где сегодня завершилась эстафета огня Всемирной Зимней Универсиады. Она официально откроется уже завтра. Этим утром город вышел встречать факел. Его зажгли в сентябре в итальянском Турине, а потом он обошел практически всю Россию. В финальном этапе эстафеты участвовали 70 человек. Спортсмены, волонтеры, представители общественных организаций. 11-километровый маршрут начался у Сибирского Федерального Университета. Прошел мимо главных достопримечательностей города по Вантовому мосту на остров, где расположен парк Универсиады и этно-деревня. Там и зажгли городскую чашу огня. Друзья, ваши аплодисменты! Здравствуй! Здравствуй, огонь Универсиады! Уже завтра состоится открытие Универсиады, и ближайшие 10 дней будут насыщены спортивной борьбой. Мы с вами увидим соревнования по 11 видам спорта. Я думаю, что все спортсмены почувствуют наше гостеприимство и радость от спортивной борьбы и побед. Дорогие друзья, я вас поздравляю с праздником! Сегодня действительно большой день! Соревнования в Красноярске уже начались. Сегодня игры группового этапа по хоккею и хоккею с мячом среди мужчин и женщин. И наши уже одержали первую победу. Матч по хоккею с мячом россиянки со счетом 2-0 обошли сборную Норвегии. Всего на Всемирной Универсиаде будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта.